А также, я думаю, что мы с вами обсудим еще момент с приглашением. То есть мы его в прошлый раз не успели обсудить, но я думаю, что стоит проговорить. Поэтому давайте я сейчас дам вам еще раз возможность задать вопрос. Если он есть, мы пойдем в контексте ответов на ваши вопросы, и я там расскажу сверх того, что есть в стартбуке. Я надеюсь, что вы прочитали эти статьи, и буду в меньшей степени, там 10% говорить про то, что написано там. А больше буду говорить про то, что там еще нет. Так называемое скрытое знание. Поэтому давайте я включу, чтобы я вас всех мог видеть. Скажите, пожалуйста, поднимайте свои пальцы, у кого есть вопрос, как приглашать людей на онлайн-встречи, и как проводить онлайн-встречи. Какой-то конкретный вопрос. Прошу. Да, Юра, давай. Доброе утро. Вопрос такой. Смотри, значит, в стартбуке, в этом и в предыдущем написано, что мы приглашаем на встречу при помощи звонка. Мы во время коммуникаций новичкам говорим, что приглашаем при помощи мессенджера при помощи СМС. Я тут получил вопрос в пятницу. Почему здесь одно, в ваших словах другое? Вопрос. Как правильно все-таки, при помощи какого инструмента все-таки правильно приглашать человека на встречу? Ага, спасибо, Юра, за вопрос. Давайте пойдем отвечать его. Значит, в стартбуке в графе «звонок» в одних из первых абзацах написано, что мы делаем встречи и онлайн, и офлайн. И преимущественно, конечно, мы говорили о том, что встречи офлайн работают лучше, особенно если ты проводишь их согласно своего списка, которым ты делал в шаге просписок. Потому что с этими людьми уже есть сформированный уровень доверия. Ты с ними и так встречаешься. Ну, то есть, фишка в чем? То есть, ты не работаешь сразу на холодном рынке. То есть, ты и так с людьми встречаешься. Просто с кем-то ты встречаешься ежедневно, ну, допустим, с теми, с кем ты на работе работаешь. С кем-то ты встречаешься, например, раз в неделю, ну, с кем ты, допустим, тусишь там по пятницам, по субботам, или там хобби, да, у тебя какое-то там, катаешься на лыжах. Может быть, с этими ты встречаешься там раз в год, ну, то есть, ты с ними и так это встречаешься. И получается, когда ты им делаешь некое приглашение на встречу, в этом здесь нет ничего такого. Ну, да, конечно, давай встретимся. Вот. Сегодня, когда мы говорим о том, что мы в большей степени работаем в онлайне, то есть, эта штука наступила там, сколько там, два-три месяца назад, а Startbook был издан последний, как вы помните, в феврале, когда мы с вами встречались вместе в Сочи, вот, до вот всей этой ватханалии. Поэтому акцент в Startbook был сделан на личной встрече, я только что объяснил. Вот. Но последний, вот если посмотреть наши программы, где мы проводим обучение, и то, что мы, в принципе, и раньше говорили, мы говорили, что онлайн-встречи тоже, ну, считается, как за встречи. И здесь, на самом деле, не важно, делаешь ты звонок или ты пишешь в мессенджере. Важно, чтобы человек пришел на встречу. И не важно, на какую встречу он пришел, на встречу оффлайновую или встречу онлайновую. То есть, поэтому я и, может быть, немножко там изменил название блока. Я говорю о том, как эффективно приглашать на встречу. То есть, главное пригласить. То есть, на физическую, не физическую, не важно. Звонком или мессенджером, не важно. Просто есть люди, которым, ну, сегодня возникает в связи вот с новой, ну, новой, такие привычки. Это, в принципе, конечно, и раньше, трех месяцев назад было, что, ну, типа, звонок, это уже вторжение там в личное пространство. И, поэтому, сначала мы должны написать, а можно ли тебе позвонить, а потом звоним. Но все равно это работает с более таким, ну, прохладным кругом. Если это твой хороший человек, я вот маме, например, звоню, маме не пишу, можно ли позвонить. А маме звоню. А сыну, бывает, пишу. Ну, то есть, вот с разными людьми, возможно, по-разному. Поэтому, давайте еще раз. Главная задача пригласить на встречу. Как? Не важно. Но нужно просто понимать некую логику приглашения на встречу. Давайте вот об этом тогда, ну, два слова и проговорим сейчас. Там в Старбуке есть мотивы. То есть, это эмоциональные драйверы, которые касаются мотивов с точки зрения ей продукта и касаются с точки зрения именно бизнес-предложений. Не буду их озвучивать. Посмотрите. Там прям есть некий перечень. Сегодня, в моем понимании, эти мотивы, их стало больше. И они стали острее. Потому что, если мы говорим про тайгу не с контекста только лишь энергии, а с контексту еще иммунитета. Я думаю, вчера вы были на оптимайзере и офигели от того, какой был контент и какие нас крутые продукты, как слались эксперты на них. То вот в этой острые потребности, связанной не просто с профилактикой здоровья, а с защитой своей семьи, своей иммунной системы, это касается не только выработки интерферона благодаря тайге, а это касается, допустим, еще и нашего желудочеречного тракта, который называют вторым мозгом, где там находится до 70% иммунитета. Ну, то есть, и вчера, я думаю, вы осознали, как много людей говорили про физические какие-то упражнения, чтобы тебе как-то гонять кровь и гонять лимфу, это там прям еще отдельная история. И получается, чуть-чуть работая вот с этими вещами, с питанием, с физикой, при помощи продуктов, убрать сахар, добавлять полипринолов, ты комплексным образом на это воздействуешь. Получается, что вот мое мнение, я в этом прям 100% уверен, что сегодня людей, которые заботятся о себе, стало больше. И те люди, которые говорят, да мне не надо, я вот как курил, так и буду курить. Да мне вообще пофиг, вот все, что вы говорите, типа там связанное с короной, это неправда, это там пиндосы придумали. То есть, или там это люди специально, чтобы там нас обмануть, очередной раз хотят. Да и вообще, я знаю, что там пойду сейчас, вдруг мне на голову там метеорит упадет, и что тогда я там, пил-то ягу, не пил, все равно бошку пробьет. Я же не смогу там ходить в каске и везде там подстраховываться. Ну, то есть, это не наша целевая аудитория. С точки зрения продукта, с ними, ну, я думаю, не стоит тратить время. А вот те, которые об этом задумывались, или те, которые что-то уже ищут, мы же вам показывали, на презентации по средам, вы видели, да, скриншот, как у людей растет запросы, связанные с иммунитетом. То есть, это растущие, ну, как вы говорили, растущие рынки, а я могу сказать, что это растущий запрос у людей. То есть, и людей больше, и амплитуда запроса у них выше. То есть, они готовы в это, по крайней мере, узнать. Пусть не купить, но узнать. Получается, что вы знаете, что у вас есть, просто это вот, ну, момент, что у вас есть это, как работать там со здоровьем, с иммунитетом, ну, или, давайте говорить, с качеством жизни, с его длиной. А второе, что мы сегодня должны четко, друзья, с вами осознать, что у людей, ну, правда, то есть, мне кажется, что, ну, сколько процентов людей осталось, сколько, ну, у тех, у которых финансовая, их подоплека не изменилась. их же меньше было, чем три месяца назад. То есть, мне кажется, что сегодня мотивация, связанная с финансами, настолько стала сильная, потому что, даже если у кого-то что-то еще и есть, то неуверенность в том, что будет через месяц, через три, через полгода, настолько возросла, что люди готовы рассматривать, по крайней мере, там, второй аэродром. Или какой-то способ не складывать яйца в одну корзину. то есть, искать возможность поиска какого-то легального дохода, который мог бы тебе, там, не знаю, подержать штаны или вывести новый уровень, мне кажется, сегодня прямо еще стало острее. Я уж не говорю про тему, там, связанную, там, с развитием своей личности, там, прокачки, там, скиллов и еще чего-то. Вот давайте вот чуть-чуть про это. Смотрите, вот вы обращайте внимание, что сегодня происходит с устройством на работу и, там, с безработицей. Вот просто, вот может быть, не обрешайте, но вдумайтесь. То есть, сегодня человек с какого-нибудь маленького городка провинциального спокойно может устроиться в транснациональную компанию, потому что он работает онлайн. И потому что ему не нужно снимать квартиру в Москве, ему не нужно давать, там, два квадратных метра в офисе, ему не нужно покупать ноутбук, от него нужны только мозги. И если у него реально есть мозги и навыки работы, то он может работать, не знаю, из любого города. Не знаю, из Северска или, там, не знаю, из Биробиджана, там, не знаю, там, с Новосибирска. И это же, может быть, даже с любой страны. Все, может находиться в любой стране, при знании языка, знании специальности, он может выполнять работу. То есть, получается, что сегодня не только все бизнесы конкурируются с теми бизнесами. Ну, как вот я рассказывал, допустим, ты покупаешь какую-то себе одежду, и ты конкурируешь не только с производством в твоем городе, а ты конкурируешь, там, и с Италией, ты конкурируешь с Турцией, ты конкурируешь с Китаем, ты конкурируешь, там, с американскими производителями, там, кто там, не знаю, в Азии шьет. то есть ты конкурируешь со всем миром сегодня в этом смысле изменилась изменился мир и сегодня за работу дать внимание за работу и конкурируешь со всем миром прикиньте вот что изменилось то есть такого еще не было три месяца назад то есть к этому подходила но так не было остро и поэтому сегодня если раньше вот из наших вот бывшему стран бывшего советского союза приезжали работники вроде как не очень квалифицированные и вы обратили внимание в москве это видел и не сначала выполняли роль кого уборщиков на улице там они подметали там асфальт потом они кем стали потом я москву приезжая их стал видеть они стали официантами в ресторанчиках потом они кем стали потом я стал их видеть там менеджерами в отелях например и они стали уже попадать в офисы а сегодня им даже ехать не надо то есть если у них есть мозги и они могут что-то делать они могут это делать хоть где угодно но находится и получается чем это все рассказа то есть те люди у которых существует потребность вот связано там со здоровьем с иммунитетом с энергии и связанная с темой развития себя или развитием своих финансовых независимости вот они наши люди и мы им делаем предложение мы им делаем предложение и мы им просто пишем мессенджер или куда угодно на предмет нашей встречи то есть если у него есть какое-то малейшее любопытство он придет потому что встреча занимает сколько там 5-15 минут и вы ему рассказывать об этих двух возможностей там короткий там спич там одноминутный там трехминутный пламенную речь и дальше вы даете там ссылки или наши чат-боты где он уже может посмотреть и вы уже отвечаете просто на вопросы но он что у него эти потребности созрели и получается что ваша задача просто что вытащить его на вот эту короткую встречу чтобы дать ему некие пояснения что если он просто ссылку получит он там может быть не разберется самостоятельно потому что слишком много на него предложений поэтому если мы рекомендуем конечно начинать с приглашения там более-менее теплого круга если у вас хорошая репутация вы никого не обманывали не кидали там финансовых пирамидах там не состояли если занимали деньги то отдавали то есть у вас хорошая репутация то чек с удовольствием придет на встречу если у вас репутации никакой нет ну вам придется над этим друзья работы у вас будет конверсия чуть меньше или там если этот рынок холодный то есть у вас есть возможность начать работать с этой репутацией мотивы про позиционирование это некая накопленная репутация можете начать себя репозиционировать то есть улучшать отношение внешнего мира к вам накапливать количество людей которые вам доверяют увеличивать количество людей которые готовы вас читать или слушать и делать такой контент или такое вдохновение или такие кейсы когда люди с интересом будут за вами по крайней мере наблюдать поэтому вы вы по мы с вами там раз много раз рассматривали про целевой аудитории мы это говорили очень много на флешпойнте и вы начинаете находите их социальных сетях они скорее всего на вас подписаны или вы на них подписаны вы с ними работаете или кто ну не знает мы вас учим работать в новой программе social CRM которая позволяет агрегировать сразу несколько социальных сетей и все кто будет на флешпойнте и все кто уже закрыл один карат вы знаете да что на эту тему уже ведется работа ну то есть пожалуйста приходите мы там всему учим я сейчас просто не хотел бы это повторять то есть как найти свою целевую аудиторию там в соцсети просто мы отправляем им что-то то есть в обычном случае отправляем звонок в случае социальных сетей мы отправляем сообщение или или какое-то последовательное сообщение где вызываем любопытство и интерес и приглашаем на встречу пришел на встречу мы ему рассказали не пришел на встречу мы делаем приглашение другому, ну, тот тому, у которого достаточный уровень любопытства, чтобы на эту встречу прийти. Вот. А варианты приглашения на встречу, друзья, бесконечное количество. То есть, здесь просто вы можете экспериментировать, как хотите. Но вот то, что написано в стартбуке, в принципе, эти фразы работают. Слушай, есть интересное предложение, слушай, есть интересная тема, давай встретимся. Или в случае, когда вы переписываетесь. Слушай, я вижу, что там, вот ты там такой-то. Ты знаешь, у меня тоже есть очень крутая вещь. Давай с тобой встретимся. Может быть, у нас получится коллаборация. Ну, то есть, вот что угодно. То есть, давай совместим наши с тобой усилия. Или наши с тобой, у тебя есть что-то, у меня есть что-то, давай попробуем это собрать. Или просто вы говорите, смотри, у меня вот есть предложение, которое, может быть, тебе интересно. Давай пять минут, я тебе про это расскажу. Ну, то есть, все, что угодно. Причем, знаете, как, я бы так сказал. Чем меньше этих танцев с бубнами, тем лучше. Чем проще и конкретнее, тем лучше. Вот. И сегодня, конечно, если вы напишите ему о том, что тут я, у меня тут есть новый сетевой маркетинг, скорее всего, это будет, ну, провальная стратегия, потому что у людей есть еще отношение к сетевому маркетингу не очень. Хотя оно до сих пор, ну, продолжает меняться с каждым месяцем. Вот. Хотя есть люди, которые ищут именно сетевой маркетинг. И поэтому, если вы каким-то образом работаете в соцсетях, я бы просто вам рекомендовал не забывать ставить хэштеги про сетевой маркетинг. Ну, то есть, если вы делаете какие-то продажные посты, тогда люди будут реагировать. Но, если вы пишете, ну, то есть, вы взяли, например, какую-то группу, которая релевантна, там, вашему интересу, в этой группе проявляете себя, ну, каким-то образом что-то пишете, комментируете, то есть, вы там свой в этой группе. То есть, это все равно, что у вас есть группа друзей, которые, допустим, занимаются лыжами, там, или велосипедным спортом. То есть, вы там уже свой, вы говорите про эти велосипеды или лыжи. Ну, параллельно с этим можете сказать еще что-то, ведь, правда? Так же тут. Если это люди, которые на вас подписаны уже, ну, то есть, соответственно, они же подписаны, или вы на них подписались, то есть, у вас тоже что? Вы можете начать взаимодействовать в социальных сетях, и потом после комментариев, после лайка, после какого-то обсуждения в паблике, после какого-то вебинара, где существует какая-то реакция. Вы, соответственно, говорите ему про то, что давай там дальше эту коммуникацию продолжать и углублять. Друзья, скажите, есть ли у вас еще какой-то вопрос, вот именно по приглашению? Да, Витя, давай. Всем доброе утро. Вчера я общался как раз-таки там с одним из новичков, и встал вопрос, что коммуникации делаю, делаю там много коммуникаций, ну, короче, что-то люди какие-то кривые, и они не приходят. Ну, то есть, я там пишу, звоню, что-то дело не так. Вот твой посыл. Как изменить вот эту ситуацию, чтобы не из ста человек там один приходил, да, а из десяти приходило восемь? Что нужно конкретно сделать? Посмотри, ты сейчас говоришь именно про приглашение или про встречу уже? Именно про звонок. Именно вот, чтобы он пришел. А как он звонит? А? Ты видел, что он пишет? Нет. Посмотри, и я думаю, откроешь для себя много интересного. Ну, я как бы это разобрал, я думаю, хочу услышать твое еще мнение. То есть, я понимаю, где момент, и один из пунктов, который написан в стартбуке, он очень важный. Вот именно эмоциональное состояние. Да, в каком эмоциональном состоянии ты звонишь? Это один из триггеров. Вот как к нему перейти? Ну, давай так. Эмоциональное состояние – это момент, связанный с твоей целью. То есть, если ты своей целью заряжен, если ты от этого прешься, если ты мечтаешь о своем будущем, и ты видишь, у тебя есть видение своего будущего, и какой-то план, и путь, и ты идешь, и ты понимаешь, что для достижения, например, твоего будущего, тебе нужно, чтобы у тебя 10 человек зарабатывали по миллиону. Прикинь, вот ты просто понимаешь, что тебе нужно 10 человек, которые будут зарабатывать по миллиону. И тогда твое будущее случится. Тогда ты что? Тогда, когда ты пишешь людям, или ты им звонишь, ты же им пишешь не с точки зрения, там, слушай, там, занеси, пожалуйста, 100 долларов вот на этот счет. Ты же у них не милость, ты не выпрашиваешь. Ты же не собираешь там на паперти денежку. То есть ты ему предлагаешь зарабатывать миллион в месяц. И ты ему предлагаешь способствовать всему, чтобы у него этого было. Да пусть это будет не миллион, пусть это будет 100 тысяч, там, или 300 тысяч, любую цифру, друзья, можно набрать. Ну, то есть мы же с вами обсуждали, да, из чего складывается ваш бизнес. То есть сумма вашего дохода складывается из дохода людей в вашей первой линии. То есть если у вас в первой линии там 10 человек зарабатывают по 100 тысяч, вы зарабатываете миллион. Если 2 человека зарабатывают по 100 тысяч, вы зарабатываете 200 тысяч. Ну, то есть вот примерно так это работает. Получается, что вы к человеку идете с суперпредложением. То есть вот, ну, давайте так, вот по-честному. Вот если, видите, вот если про состояние говорить. Ну, есть ли где-то, когда человек, вернее, в какой ситуации к людям приходят люди и говорят, давай я правда разовью твои скиллы и помогу тебе, прям по-честному, это не обман, а прям по-честному, выйти на такой доход, который бы изменил твою жизнь, там, я знаю, в 5-10 раз больше ты зарабатывал. Это где происходит еще? Ну, то есть, понимаешь, а, например, у меня к этому такое отношение. И поэтому, получается, когда я к нему или звоню, или пишу, я правда так к этому отношусь. Ну, то есть, это правда мой, это мой исход. И, получается, единственное, что мне нужно, мне нужно человека этим заинтересовать. Заинтересовать с точки зрения, чтобы у него включилось любопытство, чтобы он стал разбираться в этом. Потому что многие люди, у них настолько вот забиты мозги, они настолько заняты, когда же мне некогда зарабатывать, мне нужно работать. Они настолько заняты своей работой, они настолько закостенели в своем мышлении, что они не могут просто из него выйти. И получается, что наше предложение в миллион для него, наверное, не усваивается. Тогда опустите его. Если он зарабатывает 30-40 предложений, покажите ему 100 и доведите его до сотни. Покажите ему путь, как вы его до этой сотни доведете. Дайте ему, в конце концов, какую-то гарантию, что вы его не кинете, что вы ему дадите все необходимые знания, и ему нужно только начать ноги переставлять. И, получается, вот это вот состояние, это вот про мечту, видите, это вот оттуда. Про мечту и про понимание, как работает сама система, как работает маркетинг-план. И в этом, ну вот, моя любовь к сетевому маркетингу, вот те люди, кто его понимает, они так же к этому относятся, что это про это. И получается, что когда я человека приглашаю, у меня нет вот этого, знаешь, как сгорбленных плеч, у меня нету, знаешь, такого неудобного состояния, у меня нету ощущения, что я кого-то обманываю, у меня есть ощущение, что благодаря мне я даю человеку возможность, вообще-то говоря, выйти на новый уровень, не знаю, здоровья, иммунитета, мироощущения, путешествий, финансовой свободы, ментального развития, личностного роста и все, что с этим связано. Прикинь? То есть я проводник для него в вот эту новую, лучшую его жизнь. И осталось только найти тех людей, которые этого хотят. Все, и когда ты этого хочешь, ну, найти таких людей, и он тоже хочет, вот они тогда и встретились, эти прекрасные люди. Поэтому в данном случае, вижу, да, свой твой знак, я бы предложил посмотреть, что пишет твой человек. Скорее всего, это какие-то шаблонизированные вещи, которые никак не трогают и не задевают. Подкрутите 2-3 слова. Попробуйте разные версии. Я предлагаю так. То есть вот вы создали какой-то там текст, приглашение, отправили его там 30-50 людям, посмотрели конверсию на встречи, поменяли что-то, 2-3 слова отправили, еще 30-50, посмотрели что. Но главное здесь, да, то есть одно дело, ты отправляешь в холодную, а другое дело, ты отправляешь людям, которые к тебе хоть чуть-чуть доверяют. Повторюсь, твои подписчики или люди в пабликах, в которых ты коммуницируешь по твоим интересам, или это твои, твое окружение, твои знакомые. То есть у них уже что-то сложно. И поэтому работать со своей репутацией, работать со своим позиционированием, как в социальных сетях, так и, ну вот, в обычной жизни, очень полезно. Ну и архи нужно, да. Спасибо за вопрос. Окей, друзья, есть ли еще вопросы по приглашению? Да, Сергей, вижу, прошу. Доброе утро всем. Вчера был прям супер день. Спасибо огромное. Спикеры самого первого рижского заходили на ура. Ну, я новенький, поэтому сейчас все съедаю. Вопрос у меня довольно жесткий. И как только что было произнесено, из области танцев с бубнами. Человек меня знает уже давным-давно, да, и знает, чем я сейчас занят, вот как бы с вами. И он говорит, не лезь туда, не порчь себе карму. И вот здесь я начал искать козыри в карманах, в рукаве, и пока не нашел. Вот как с этим быть, когда люди прямо говорят о том, что карму себе портишь? Да-да-да. Вот это прям клевый вопрос. Я проходил его тоже. Знаешь, я когда пришел в сетевой маркетинг, у нас со Светой было 6 бизнесов. Один из бизнесов был рекламный, ну, маркетинговый, у меня было рекламно-маркетинговое агентство, крупнейшее за Уралом. И я выпускал журнал по маркетингу, выступал на конференциях по маркетингу. Вот. Ну, вы знаете, человек, да, который меня тоже всему этому учил. Я тогда был вице-президентом Союза маркетологов России. Короче, у меня какие-то такие регалии были. То есть, я отвечал за оригинальное развитие вот этих бетель агентств. Ну, то есть, короче, достаточно публичный вот в этих узких кругах человек был. И когда я начал заниматься этим бизнесом и стал приглашать людей. Вот Юра Богачев, он был из этой тусовки, я его приглашал в том числе. И Юра нормально отреагировал? Он сказал, нет, мне неинтересно. А были люди, которые мне ничего не говорили, а вот моему другу за моей спиной говорили такие слова. Слушай, что, у воинова походу крыша съехала? Или у него так все плохо в своем агенции, что он стал заниматься сетевым? И я сказал тогда своему другу, я сказал, слушай, вот то, что сейчас происходит, это мешает твоей репутации и репутации нашего общего дела? Потому что это же меня касается как человека. Ну, Каваль, нет. Тогда, говорю, я тогда буду продолжать свое дело и продолжать это делать с этими людьми, потому что мне дорога моя репутация, дорога твоя репутация. Но я, видишь, Сергей, в чем история? Были люди, которые меня поддержали. Поэтому я смотрел на тех людей, которые все-таки меня поддержали в большей степени, чем те, которые меня не поддержали. Но, смотри, фишка в том, повторюсь, у людей есть некие стереотипы относительно данного вида бизнеса. Эти стереотипы почему возникли? Либо у них не получилось, они пробовали, либо не получилось у кого-то, кто им рассказал. Все. То есть, получается, что они толком про это ничего не знают. Я, чтобы понять сетевой маркетинг, посвятил этому невероятное количество часов и денег. То есть, я летал много раз в Америку, в Лас-Вегас, слушал этих долларовых миллионеров, которые там уступают, чтобы понять реальный сетевой маркетинг. Я с Дмитрием Лаевским много разговаривал, задавал ему кучу вопросов и читал кучу книг про сетевой маркетинг, чтобы понять эту историю. И я видел несколько человек в своей жизни, которые благодаря сетевую маркетингу изменили свою жизнь. Я это видел. Я видел их в России. Я очень много видел их за рубежом. И у меня, я в своей жизни несколько раз менял свое окружение. То есть, когда я был маленьким мальчиком и закончил школу, я учился в находке в маленьком провинциальном городе. Я уехал учиться в Новосибирск. И я так был этому рад, потому что, когда я вернулся, ну как, у нас были каникулы после первого семестра, зимой, я прилетел на каникулы к родителям. И пришел в школу, понятно, как это, встреча выпускников. Я так был рад, что я уехал, потому что в тот момент у меня уже была девушка, и мы мечтали о том, как мы будем жить в будущем. То есть, мы уже строили планы. Я сейчас говорю про Светлану Воинову. И в тот момент я еще не знал, что я буду заниматься коммерцией. Я думал, что я буду великим ученым. Ну, то есть, я шел в эту сторону. А когда я приехал в находку, знаешь, что мне говорили люди? Они говорили, о, круто, я выпил литр спирта, роял, и, короче, ништяк. Или там, о, круто, знаешь, мы тут что-то украли в заводе, и нас не посадили. Или, ты знаешь, круто, мы еще так офигенски подрались, что, короче, там, замочили кого-то до крови. Я понял, что это так круто, что я туда не пошел. Потом второй раз в моей жизни было, когда мы заканчивали уже наш вуз, у нас уже было к тому времени двое детей, и у меня уже был бизнес. И когда мы собирались на Новый год, я приезжал без 15-12 ночи, потому что, кто занимается бизнесом, тот знает, что эта неделя в декабре кормит тебя весь год, самое время зарабатывает. А мне мои друзья говорили, Валь, ты что, ты куда поехал, нафига тебе это надо? Мы тут в 6 часов собрались, успели уже выпить, успели там протрезветь, успели погулять, а ты только приехал. А потом, знаешь, что случилось через пару лет? Они мне сказали, тебе повезло, тебе повезло. Ну, то есть, можно тебе на работу устроиться водителем? Они мне говорили. Потому что у меня уже было там сотни промоутеров, там, вершендайзеров и супервайзеров. Они хотели устроиться не супервайзером даже, а водителем, потому что они не понимали, что такое супервайзер. Понимаешь? И потом, когда я пошел в следующий вот этот этап, то есть у меня вот был бизнес, и я понял, что сетевой для меня это следующий уровень. И я понимал, что те, кто меня не поддержит, и кто будет про меня говорить сзади, просто они останутся в том окружении, а я выйду на следующий уровень. И так и произошло. Потому что с тех пор, с моих 10 лет вот за занятие сетевым маркетингом, у меня вышли, у меня есть новый уровень финансовой свободы, у меня появились новые, более прокаченные друзья и мои наставники. А многие остались там. И мне там просто неинтересно. Поэтому вопрос в том, у кого карма. Понимаешь? То есть карма, карма была бы тогда у меня, если бы я людей звал в финансовую пирамиду. Карма была бы у меня тогда, если бы я людей обманывал. Карма была бы у меня тогда, если бы я делал людей несчастными. А я наоборот только плюсую в карму, потому что я увеличиваю их уровень счастья и всего. Поэтому это вот прям клевая история. Поэтому в данном случае, Сергей, тебе нужно просто сказать людям, давай так, я бы хотел остаться с тобой, ну вот в отношениях, как были. Я надеюсь, что наша с тобой дружба никак не изменится. Но я этот путь выбрал. И мне он нравится. Может, это по каким критериям. Давай, может быть, с тобой через полгодика поговорим. Или через годик поговорим. Ну просто, то есть. Давай мы с тобой, вот как мы с тобой дружили, вот мы с тобой занимались, ну вот как, да, чем занимаешься ты там, бармен-шоу. Давай с тобой заниматься бармен-шоу. Давай про сетевую не будем говорить. Вот. И, например, я своим людям также объясняю. Я говорю, смотрите, я в детстве играл в футбол. И меня даже называли марадоной. Ну, то есть я там любил водиться, я неплохо, в принципе, играл в нападения, часто играл. Но это было в школе. И вдруг, я играючи в футбол, что-то с нами случилось, и я вдруг, я специально беру такой пример, начал ходить по воскресеньям в церковь. Может такое быть? Это же не значит, что я стал в футбол плохо играть. Я ведь могу в церкви говорить про футбол. А в футболе говорить про церковь. Я же могу. Но если мы с тобой решаем только про футбол и не про церковь, без проблем. Мы говорим с тобой только про футбол. Поэтому с кем-то ты можешь быть в нескольких культурных слоях, а с кем-то только в одном, без проблем. Серега, я ответил? Ответил. Супер. Спасибо большое за вопрос. Окей. Хорошая дискуссия, друзья, у нас идет. Есть ли еще? Есть. Прошу, Елена. Спасибо. Спасибо. Всем доброе утро. Сергей, у меня такой вопрос. Я Валентин. Слышно меня? Да, слышно, но только я не Сергей, я Валентин. Ой, фу, Валентин, господи, я на Сергея сейчас ориентировалась. Сергей, у тебя поклонники появились. Нет, ну Сергей у нас звезда в нашей команде с коктейлями, тем более с одноименными, поэтому Сергей, да. Валентин, такой вопрос. У меня в списке есть люди, которые работают в медицине, ну, либо вот спа-фитнес. И вот у меня сейчас есть такой опыт. Я звоню человеку, общаясь с ним, и говорю про полипринолы, но именно то, как я это понимаю, и то, что есть у меня уже как опыт, как информация, и то, что я получила как результат от продукта, который я потребляю уже два месяца. И на что мне люди в медицинской индустрии говорят, Лена, это все шляпа, это все не работает, куда ты вляпалась? Вот так вот говорят. Поэтому это нисколько, я понимаю, что есть некий, как донести, вернее, нужно ли доносить, я понимаю, что это опыт для меня, либо у меня еще плохая компетенция, ну, то есть слабая, да, вот в этой области, либо как, на кого, куда, каким источником выводить этих людей, потому что я же вижу, что у нас в эксперт-лаунч есть люди с медицинским образованием, которые дают советы уже с точки зрения своего опыта. То есть они это получили сами, как люди, и они это уже рекомендуют своим пациентам. И вот тут вот у меня немножко, моя нейронная сеть, она пошатнулась, скажем так. Не беда, не беда. Смотрите, то есть этот вопрос уже не касается приглашения, он касается, как встречу провести. Поэтому это следующий уровень, следующий вопрос, который мы с вами должны будем обсуждать. Поэтому мы сейчас говорим пока про приглашение. Как пригласить человека с такими знаниями, скажем так. Смотрите, вы же его приглашаете просто навстречу, вы же его не приглашаете рассказать про полипринолы. Вот, поэтому получается, что это тоже момент такой. Смотрите, я дам просто, может быть, рекомендацию, на которую стоит обратить внимание. Еще раз, вы человека зовете навстречу, вы не знаете, чем кончится встреча, и вы не знаете, что навстречу вы будете обсуждать. Возможно, вы навстречу не будете ни про тайгу обсуждать, ни про бизнес обсуждать. Вы просто, у вас встреча закончится просто присоединением. Вы просто познакомитесь. Может быть, такая цель встречи? Да. Может быть, цель встречи укрепить отношения. Может быть, цель встречи, где человек просто расскажет вам что-то про себя, вы про себя, и вы поймете его мотивы. Может быть, такая цель встречи. Если этот, если, какая моя рекомендация? Смотрите, если человек играет на поле медицины, а вы не медик, вам, конечно, будет трудно на этом поле выиграть. Поэтому я бы вас не советовал играть на его поле. Я вам предложил пригласить человека сыграть на вашем поле. И получается, что я с медиками так говорю, слушай, если ты медик, так ты лучше меня, вообще-то говоря, разберешься, что такое полипринолог. И я могу, ну то есть, ну это же в процессе встречи будет. Я тебя просто могу познакомить там с нашими медиками или я могу тебя позвать на вот эту нашу конференцию. Вот, ребят, вот давайте по-честному. Я вам скажу, я вчера 80 или 90 процентов слов не понимал. Только догадывался, что они значат. Ну когда выступали эксперты. Понимаете, ну то есть, ну правда. То есть, я в какой-то момент просто плыл, бывает. Я Светик говорю, Светик, ты понимаешь, что говорят? Светик, да. Я говорю, фу, я у тебя переспрошу. Я выключался, я выключался, попил водички, возвращался опять, то есть, силился. Ну, понимаете, то есть, вот там выступали специалисты, да. Получается, и я понимаю, что за моей спиной не только мой мозг стоит, хотя я в этом разбираюсь. Я просто не хочу так глубоко в это лезть, как вчера об этом говорили люди. Ну, допустим, как генералов говорю. Ну круто же, говорю, генералов. Офигенски. Ну то есть, но я не хочу, я куда хочу глубоко лезть? Я хочу в бизнес глубоко лезть. Мне это больше нравится. Мне больше нравится в масштабирование лезть. Мне больше нравится, как я могу открыть представительство в разных странах. Получается, что это моя страсть. Но я знаю достаточно, чтобы разговаривать. Может быть, не с медиками. Но если нужно, я куда медиков? Либо на экспертланч позову, либо дам посмотреть оптимайзер записи, либо покажу какую-то выдержку, там, не знаю, минутную нашего какого-то эксперта. Либо просто предложу. Вы знаете, я когда встречался с медиками, и мне жестко, вот так вот, как вам, возможно, или отвечали им. Конечно, это расстраивает. Конечно, это сбивает твой эмоциональный настрой. Но я нашел противоядие. Я говорил следующую фразу. Я говорю, давай так. Можешь мне сформулировать пять пунктов, почему полипринолы приносят мне вред? А я могу сформулировать тебе 50 пунктов, почему это дает пользу. Ну, если что, если нужно. То есть, моя задача была, что не победить его. Моя задача была развить в нем любопытство, чтобы он понял, что это такое. Да, я не хочу, с ним не нужно спорить. Да. И поэтому я ему говорил, смотри, получается, что, представь вот то, что я говорю, хотя бы на одну минуту, на один процент является таковым. Стоит это хотя бы прочитать. Ты возьми, просто забей слово полипринолы в интернете. И посмотри, что про это пишут специалисты, которым ты доверяешь. Вот, если ты прям медик, я, вы же видели, я вам показывал две страницы клинических исследований. Да, про полипринолы, про клеточный сок пихты. Там же куча институтов, там же десятки из клинических исследований, там, не знаю, десятки профессоров, которые ставили свою подпись, как это что-то там улучшает. Ну, а я могу дать тебе это почитать. Я что-то про другое. То есть, получается, что вы знаете, что за вашей спиной завод, его отдел разработок, клинические исследования, в которых вложены 50 миллионов долларов, да, на минуточку. За вашей спиной все эти оптимайзеры, куча народу, которые там выступают. За вашей спиной десятки тысяч клиентских отзывов. За вашей спиной, в конце концов, Дмитрий Лаевский со своей историей инсультной. То есть, за вашей спиной много чего есть. Но все это вы сможете выдать человеку только тогда, когда у него будет малейшее желание понять. И поэтому ваша задача не играть на его поле, а чтобы он захотел сыграть на вашем поле. Чувствуете, Лен? Супер! Это был прекрасный тоже вопрос. У нас, мне очень нравится наша сегодня с вами беседа, друзья. Ну что, у нас три минутки. Будет ли еще вопрос? Так, я сейчас посмотрю другую. А, есть вопрос. Лена, еще давайте. Я просто хотела немножечко скорректировать, все правильно ли я понимаю. Значит, получается, что любое назначение встреч, это первое присоединение, узнать, насколько человек готов сейчас к чему-то новому. Вообще, насколько он ищет эту информацию. Второе, это завлечь человека на свою территорию, именно, ну, и объяснить, как, объяснить то, как, услышать его посыл, то, что он готов к восприятию новому. Только тогда стоит уже говорить более глубоко и о бизнесе, и о продукте. Да? Это вот правильно. Да, Лен, прокомментируй. Смотрите, если у человека отсутствует желание с вами встретиться, ну, онлайн, например, это значит, что бессмысленно что-то ему отправлять или разговаривать, правда же? То есть, это из той серии, догонять и причинять добро не следует. Потому что потом отрюгнется. Получается, что это, понимаете, то есть вы по-хорошему, знаете, как я называю приглашение? Я называю приглашение отборочным туром. То есть, вот есть 7 миллиардов людей на планете и ты хочешь отобрать тех людей, тебе нужно-то два человека хороших, ну, прям суперских, ну или 10, да, то есть, ну, тебе же даже тысячи не нужны, правда же? То есть, тебе нужно несколько людей в первой линии, с кем ты будешь делать бизнес. Получается, что твоя задача среди этих 7 миллиардов отобрать людей, с кем ты правда вот в этот, в эту игру, в этот долгий путь, в это лидерство сыграешь. На том поле, которое предлагает компания, да, вот с теми условиями, которые она предлагает, с тем продуктом, с которым она предлагает. Получается, и ты, задавая людям первичный вопрос, давай встретимся, давай поговорим, давай там что-то обсудим, по сути, предлагаете отборочный тур. Если он говорит нет, то нет и нет, есть еще 7 миллиардов. А если он говорит да, о, вот тут вы уже переходите к этапу, которую мы обсудим с вами в среду, как провести эффективную встречу. И вот уже там возникает присоединение. То есть присоединение возникает не на этапе приглашения, присоединение возникает, когда вы начали разговаривать, ну или переписываться хотя бы. Сначала просто первое, есть любопытство, нет любопытства. Готов 5 минут инвестировать в новое знание? Не готов инвестировать. Есть потребности? Поговорим. Нет потребности, все закрыто, или у тебя кокон такой, что не пробиться? Не надо. То есть мы же сами не психологи, да, там, проходить вот эти все детские трудности, которые у нас там случились с нами, да? Мы просто ищем, знаете, это принцип. Да-да, нет, следующий. Да-да, да, заходи. Да-да, нет, всего доброго, давай дружить, я дальше. Мне некогда просто, понимаете? Вот. Супер. Мне кажется, отличная была дискуссия. Ребят, тогда что? Тогда в среду мы с вами работаем по именно встрече, обсудим все пять этапов, поэтому готовьте вопросы по стартбуку и конкретно по встречам, по онлайн-встречам. Большое спасибо. Шикарное утро, шикарное начало недели. Я вдохновлен в нашей дискуссии. Вопросы очень точные, очень... Я вижу, что они... Это не вопросы дежурного характера, а это вопросы прожитые. То есть вы, правда, встречались в своей практике. Поэтому больше практики, больше практических вопросов. Надеюсь, что я был для вас полезен и вам отличной недели. Пока.